Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше увлекательное путешествие в Пасхальную Агаду, начатую на этой неделе. Но вы мне напомните, пожалуйста, какое сегодня число. 21-е Адара, 5779 года. Я напомню вам, что вопрос, который мы разбирали в прошлый раз, это то, почему Пасхальная Агада начинается с фразы на арамейском языке. А потом вся переходит на иврит до конца. И ответ, который мы с вами дали, это то, что свобода – это переход с арамейского языка на иврит. Свобода наша. Работа народа Израиля – это говорить на своем языке. У нас свой язык – иврит. И мы с вами приводили пример нашего отца Яакова. Помните, Яаков убегает от Лавана, тот его настигает, начинается между ними выяснительная беседа. А потом, после этой беседы, они приходят к выводу, что нужно установить границу. Инициатива Лавана. Наваливают холм, который называют свидетелем. И Тура подчеркивает, как по-разному они назвали этот холм. И Лаван назвал его Ягар Саадута, а Яаков назвал его Галь-Эд, что означает холм-свидетель. То есть и Ягар Саадута, и Галь-Эд – это одно и то же. Только Ягар Саадута – красивое слово, да? Ягар Саадута – это на арамейском, а холм-свидетель, Галь-Эд – это на иврите. Мы видим с вами тем самым, что Яаков, отец наш, он понял, что возвращение к себе, возвращение из ассимиляции, возвращение в Эра Цесраэль, оно сопровождается переходом на иврит, то есть на язык нашего сознания. Поскольку арамейский язык – он язык нашего подсознания. Это то, что мы с вами обсуждали. То есть можно сказать, что быть свободным – это говорить на своем языке. Когда я говорю на своем языке, я по-настоящему свободен. А если нет, я не свободен, поскольку я не могу себя адекватно выразить. Окей? Теперь давайте перейдем к продолжению. Есть здесь глава, а не глава, а такой маленький абзац, который называется «Авади Маинули Паро». То есть мы были рабами Паро в Египте. А, это мы с вами тоже обсуждали, да? Что если бы точно, я помню, мы обсуждали, что если бы Ашем не вывел нас из Египта, то мир бы не изменился. Правильно. И теперь смотрите, какая последняя фраза у этой маленькой главы. «И даже мы все мудрецы, и все мы умные, и разумные, и старейшины, и все мы знаем Тору, да?» Приятное такое заявление. «Митсва», то есть обязанность на нас лежит рассказывать про выход из Египта. И всякие умножающие рассказывать про выход из Египта – это похвально. И здесь возникает вопрос. Скажите мне, пожалуйста, что значит рассказывать о выходе из Египта больше, каждый, кто больше расскажет, тому хвала? Что значит больше расскажет? Что я могу рассказать больше того, что я знаю? Я знаю о выходе из Египта, то, что рассказывает книга «Шмот», я знаю то, что рассказывает устная традиция, еще какие-то вещи. То есть, в конце концов, это не… Это какой-то ограниченный, в конце концов, материал. Все, что я знаю, я могу рассказать, что я могу рассказать больше. Что значит больше? Больше чего? Больше количественно? Понимаете этот вопрос? Значит больше. Два часа, три часа, пятнадцать часов я должен рассказывать о выходе из Египта. Что имеется в виду? То есть, иными словами, как нужно рассказывать о выходе из Египта? С чувством, с толком, с расстановкой. Но с чувством, с толком и расстановкой нужно делать все вещи. А, кстати, обратите внимание, что здесь написано больше. Амар-бэ. И мы с вами видим, что сразу же за этим Агада иллюстрирует, показывает нам, как нужно рассказывать о выходе из Египта. Посмотрите. История или случай, который произошел с раби Элезером, и раби Юшуа, и раби Лазаром Беназари, и раби Аким, и раби Тарфоном, которые заседали в Гнейбраке. И они рассказывали о выходе из Египта всю ту ночь, пока не пришли их ученики и не сказали им, учителя наши, пришло время, пришло время чтения Шма, пришло время утреннего чтения Шма. Вы знаете, что Шма Исраэль читается утром и вечером. И здесь совершенно загадочная история. Надо сказать, что не на первый, может быть, даже не на второй взгляд, очень невозможно понять, какое отношение имеет эта история к Песоху. Мы говорим про Песох, рассказываем про выход из Египта. Причем здесь история, которая произошла с раби Лазаром, и раби Юшуа. Какое отношение это имеет к Песоху? Вы обратили внимание на проблему? Рассказывает, Гмара рассказывает, Агада рассказывает о том, что здесь какой-то случай произошел с этими хохами. Кстати, обратите внимание, что это мудрецы первого уровня. Это Танаин, Танаин высшего уровня. Это знаменитый Раби Эзер, который так и называется везде Раби Эзер. Раби Эзер Горкинус, Раби Ушуа, который просто называется Раби Ушуа, хотя его фамилия Раби Ушуа бен Ханания. Это Раби Лазар бен Азария, который после смещения Рабана Гамлиэля стал главой Ишивы Вьявны, помните? Это Раби Тарфон из старейших хохамин того времени. И Раби Акива. Раби Акива в представлении не нуждается. Вы понимаете, что здесь, перечисляя это года, пять суперзвезд. Это первая пятерка. И что они делают? Они заседают в Дейбраке. Спрашивается, а зачем они заседают в Дейбраке? Вы со мной? Это вопрос настолько здесь вопиющий, что мой переводчик пошел по неверному пути. Знаете, что он сделал? Он добавил слова, которых в Агоде нет. Он написал, что они заседали на пасхальном седере в Дейбраке. А этого здесь не написано. Не написано этого. И поэтому многие люди, которые пользуются переводами, многие двуногие, автоматически думают, что речь идет о пасхальном седере. Но этого года не говорит. И потом, представьте себе, что за странный пасхальный седер? Для кого пасхальный седер вообще производится? Кто его цель? Дети находят? Задача пасхального седера, чтобы старшее поколение отцов передало младшему поколению сыновей и детей память о выходе из Египта. В этом смысл седера. А здесь мы видим пять крупнейших танаин, которые оставили свои семьи, собрались где-то там в Дейбраке и чего-то там заседают. Явно к Песуху это никакого отношения не имеет. С закрытыми окнами. Более того, посмотрите. А вы можете сказать, окей, нету там детей. Так, наверное, они рассказывают о выходе из Египта своим ученикам. И это не сходится. Почему? Потому что Агада говорит, что они всю ночь-то говорили, а ученики пришли только под утро. Секретное что-то. А кому же они рассказывали друг другу? Это становится очень интересно. Теперь я задаю вам вопрос. Скажите, а у кого из их пятерых они собрались? Не в клубе же они собрались. У Раби Акивы? Раби Акива действительно ученик Раби Лезера Аби Ушуа. Раби Лезера Аби Ушуа – это старшее поколение. Раби Акива, он живет в Дейбраке? Жил. Даже сегодня центральная улица города Бневрака называется Раби Акива. Это получается, что они все, в том числе и учителя, представляете, Раби Лезера Аби Ушуа – это учителя Раби Акивы. Они оставили свои семьи, они оставили все на свете, они все бросили и побежали к Раби Акиве. Согласитесь, что это странно. Ладно бы он к ним пришел. Они к нему пришли, чтобы он им рассказывал про выход из Египта? А где семья Раби Акивы? Сидят пять танаи ночью, без учеников и без семей, и чего-то там рассказывают про выход из Египта. Вы знаете, у меня такие соврания вызывают очень большие подозрения. Более. А я же не сказал, что ничего плохого. Это подозрения. Подозрения в хорошем. Теперь обратите внимание, как выглядит помещение, в котором они собрались. Ух, ученики приходят и говорят, пришло время читать Шма-Исраэль. А что это ученики будут указывать своим учителям, танаим первого поколения? Эй, учителя наши, вы что-то пропустили? Пришло время. Они их будут учить, когда читать Шма-Исраэль? Они что, не знают? Ага. Значит, учителя эти не могут определить, что пришло время чтения утреннего Шма, потому что они не видят утреннего света. А почему они не видят утреннего света? Потому что они собрались в помещении, в котором нету окон. Иными словами, они в подполье, в подвале, андеграунд. Согласитесь, что ситуация очень-очень напряженная. И я начинаю складывать вот эти вот факты. С одной стороны, они находятся в Бнебраке, то есть, они явно пришли к рабе Акину. С другой стороны, это заседание какое-то подпольное, скрытое, секретное. Они скрываются. От кого они скрываются? От римских властей. А почему они скрываются от римских властей? Если бы на них была объявлена охота, они бы вместе не собирались. Вероятно, они что-то там такое замышляют. Покушение на прокуратора Бнебрака. Понимаете? Может быть, даже вот этот пароль, кстати, что пришло время читать шмак, это даже не в прямом смысле, это какой-то пароль, возможно. Более того, что делали ученики на улице? Они на шухере стояли. Они же говорят, пришло чтение шмашель шахари. Шухер. Римские солдаты, они говорят, пришел время читать шмак. И те уже знают, что... Да, да. То есть, когда приходишь шмак, означает, что римские патрули. Да. То есть, надо расходиться. Да, пора, брат. Согласитесь, это явно подпольное заседание. Учитывая те знания, которые мы имеем из гморы, о том, что рабе Акива, у которого они собрались, был вдохновителем и организатором восстания Барковбы. Это мы хорошо знаем. По крайней мере, он был ярким сторонником. Ярым сторонником этого восстания. Я начинаю думать. Но восстание было потом. Понимаете, когда восстание было, не было в живых. Если не ошибаюсь, в живых не было уже ни Раби Лезра, ни Раби Ушуа. Раби Тарфон, может быть, еще был живым. А Раби Ушуа, Белезра, я думаю, что уже не были в живых, когда было восстание Барковбы. То есть, речь идет о временах до восстания Барковбы. И вполне возможно, это заседание, на котором Раби Акива пытался уговорить своих учителей поддержать восстание Барковбы. О, теперь что нам намекает Агада? Агада говорит, смотри, что такое рассказывать о выходе из Египта? Рассказывать о выходе из Египта, это не вспоминать только. Это тоже, но это не только вспоминать. Вот, мы вышли из Египта, там, поро упрямился, там, вышли. Это прошлое. Это сейчас прошлое. Продвигать освобождение. Сейчас, твое, всю ту ночь, всю их ночь, они рассказывают. То есть, Раби Акива говорит, ребята, не ребята, учителя мы, мы тоже должны выходить из Египта. В каждом поколении есть свое, свой выход из Египта. Мы не только рассказываем о прошлом, мы и сейчас пытаемся продвинуть вперед наше освобождение. Вот, что называется рассказывать о выходе из Египта. Согласитесь, авторы Агады здесь прямо-таки провокацию нам подстроили. То есть, нужно провести параллели с современностью, так сказать. Когда я читаю этот случай, то невольно возникают параллели с современностью, потому что у каждого поколения свой выход, свое освобождение. То есть, не только воспоминания о том, как было, но и как мы сегодня продолжаем освобождение и выход из Египта на всех его этапах. Теперь я только хочу у вас спросить, скажите, пожалуйста, удалось ли, судя по тому, что здесь написано, удалось ли Раби Акиве уговорить своих учителей? Нет. Лего, я спрашиваю. Лео, восстание было потом. Их уже не было в живых, Раби Леза, Раби Ушова, когда была восстание Баркова. Нет. Почему? Потому что они всю ночь говорят, говорят, и никакого результата. Они, смотрите, на умерли, было восстание. Я думаю, что они его промсты и не поддержали, в любом случае. Вероятно, у нас нет никаких свидетельств того, что Раби Леза, Раби Ушова поддерживали такого рода настроение. Наверное, они были в руки. Вы знаете, что я не... Я думаю, что они были против. Погибли только очень и не раздельно. Это потом было. Потому что они долго и говорили, наверное, все... Конечно. А что всю ночь говорить? Если бы договорились... Так договорились бы и разошлись еще до... Почему они задержались? Надо расходиться никогда светло. А когда темно, чтобы римляне не заметили. А тут вдруг выходит 5 Танаим и... А что его здесь сделали? А вот, блин, блядь, их ушли. Да, всю ночь, говорит, книжки читали. Интересно, у вас электричество есть там. Понимаете? То есть, это опасно. Вдруг они там сидят. Это явно римляне поймут, о чем идет речь. Но они не договорились. То есть, раби Акива не смог их уговорить поддержать восстание. Или, по крайней мере, подготовку к восстанию. Понимаете, как Ага Агада намекает? Теперь посмотрите, здесь еще один намек очень интересный. Что есть этап, когда инициатива переходит к новому поколению. На что намекает Агада? Что они сидели там, их учителя, да? Говорят, 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 говорят. Приходят ученики и намекают им. Пришло время делать. Вы говорите, здорово. Давайте это реализовывать. А то все говорите, говорите. Говорить это здорово. Давайте реализовывать конкретные современные ситуации. Пришло время делать. А молодежь, она всегда радикальнее предыдущих поколений. Как правило. Поэтому обратите внимание на какие натоки и намекают. То есть, вот так надо рассказывать о выходе из Египта. Следующая глава здесь является прямым продолжением. Потому что ее главным героем является Раби Лазарбе Назарья. Раби Лазарбе Назарья, я думаю, что по годам, он, наверное, ровесник Раби Акива. Ну, где-то того же поколения. То есть, он из младших. И вы знаете, когда Рабана Гамлеэля сместили в явно, помните? А за что сместили Рабана Гамлеэля? Проверим вашу эрудицию. А за то, что он отстранил, как его. Кого? Ну, ради этого. Не этого. Не этого. Этого он не отстранял. Он вообще никого не отстранял. Ну, там спор же был. За что? За печку. Лё. А, это не печка. Лё. Печка как раз связана совсем с другим человеком. Но это же когда... Нет, там спорили они, что... Вы путаете несколько... Причем Аллахата была... Он говорит, надо по большинству действовать. А Аллахата... Лё. Лё. Ну что, не это случилось? Нет, ты делаешь салат вкусный, питательный, но салат. Из двух разных рассказов. И назначили другого, который... Это ты красиво совместил две истории. А потом его вернули, да? Шалом, шалом. Бакаша. Титрашму. Бесимха, ешпо, тасу маком. Бесимха, бесимха, все. Видите? А? Министерство абсорбции. Хотят посмотреть, как мы учимся. Посмотрели? И все-таки вот какая причина жизни? Лё, я тебе скажу, что здесь просто ты спутал две истории. Я их попытаюсь разделить. Раббана Гамлиэля сместили за его нетерпимое отношение по отношению к Раббе Ушуа. Вот этот Раббе Ушуа, который здесь. А он угнетал его? Угнетал, назови это угнетал. И в конце концов Хохамим сказали, там было несколько историй. Хохамим сказали, сколько можно издеваться от Раббе Ушуа, мы тебе не позволим. Все, собрали плену и сняли Раббана Гамлиэля. И стали думать, кого вместо него поставить. А ведь это же непростая вещь. Потому что Раббан Гамлиэль, он же из династии Несиин. Понимаете? Это из династии Илэля. Это не просто так, и каждому. И тем не менее, они решили его заменить. И стали думать, кем заменить. Там разные кандидатуры всплывали. Одна из них Раби Акива. Раби Акива тоже у него думали. Но Раби Акива не поставили, потому что у него нет заслуги отцов. Поскольку он из семьи Геров. Да, из семьи Геров. И у него сам-то он супермен. Но заслуг отцов у него нет. Это может помешать ему в отношениях с римлянами и так далее. И тогда решили назначить Раби Элизара Бен Азарью. А Раби Элизар Бен Азарья – это как раз тоже молодой человек. Очень молодой человек. Что это такое? Что ты волнуешься? Раби Элизар Бен Азарья был очень молодым человеком. Но у него было несколько преимуществ. Во-первых, то, что он мудрый, понятно. Других там нет. Нет. Он был мудрым. Он был мудрым, как и все. Понятно, не мудрых там не держат. Но кроме этого он был богатым. Обратите внимание. То есть у него была экономическая база, которая позволяла ему независимо себя вести. И он был десятое поколение от Эзры. То есть у него были заслуги отцов колоссальные. Кстати, если он был потомком Эзры, то кем он был по происхождению? Коином. Эзры был Коином. Наход. Таким образом, взяли и решили поставить Раби Элизар Бен Азарью. А Раби Элизар Бен Азарью Гмарагаве было 18 лет в Туре. И он был, конечно, в шоке. И он говорит, я посоветую с женой. А жена ему говорит, смотри, председатель, старейшина, Сангедрина, он должен быть седым. Седым? Азия. И потом она сказала, смотри, они же тебя, они ему сразу сказали, они его вернут. Ты не думай, они его вернут, тебя снимут. Это когда произошло? Но он сказал бы, Седор, хоть немножко. Тогда ему говорит, сужу, старейшина, должен быть седым. И тогда сделалась ему знаменитое чудо, и посидела его борода. И поэтому сейчас мы сами увидим, как он про себя говорит. Я так думаю, что да. Но обратите внимание, если, по-моему, даже есть варианты, по-моему, Иерусалимского, там будет, надо проверить. Но мне кажется, что там даже написано, что ему было 16 лет. Ну, вряд ли. Короче, был очень молодым. Я не помню. Короче, 18 лет это написано точно. 18 лет это точно. Но представьте себе, 18 лет молодому человеку, он становится на Си-Сангедрином вместо Рабана Гамлиэля. То есть, это вообще-то революция. И вот именно этот самый Раба... Кстати, когда его сменили, когда он поднялся туда на эту должность, то очень много вопросов, которые при Рабана Гамлиэле не решались, были решены. Очень много вопросов. Марат описывает, но не важно. Сейчас мне это меня интересует. Давайте посмотрим. Это просто, чтобы представить себе, кто такой Рабилазар бы Назария. Сказал Рабилазар бы Назария. Кстати, он тоже здесь, да, на заседании обратили внимание. Сказал Рабилазар бы Назария. «Ведь я как семидесятилетний и не заслужил того, чтобы было сказано или рассказывалось о выходе из Египта по ночам, пока не объяснил этого Бензума, как сказано, чтобы ты помнил день выхода твоего из Египта или страны египетской все дни твоей жизни». То есть, Рабилазар бы Назария говорит, смотрите, мне, я как семидесятилетний. Он не говорит, что он семидесятилетний. Как семидесятилетний. Он был очень молодым. Я даже не знаю, даже он до 70 лет или нет. И я, говорит, не заслужил, то есть, не понял, не обратил внимания на то, что нужно рассказывать о выходе из Египта так же ночью. О чем идет речь? Вы знаете, что есть у нас митцва вспоминать каждый день о выходе из Египта. Митцва. Каждый день. Каждый день. И для этого мы с вами читаем специальную главу, которая присоединяется к Шма Исраэле. Эта глава называется Цицит. Знаете, о чем я говорю? В ней рассказывается о том, как была дана заповедь Цицит. Почему Цицит? Потому что там упоминается выход из Египта. Почему выбрали эту главу? Потому что в ней упоминается кроме выхода из Египта все заповеди. Короче, когда мы с вами читаем главу эту Цицит, знайте, что она выполняет у нас роль воспоминания о выходе из Египта. Но вопрос, нужно ли читать ее только днем, а может быть ночью тоже, на вечерней молитве Маариф. Об этом здесь спор. Раби Лазар Баназаре говорит, смотри, я думал, что только днем, а теперь, когда Бензума, Раби Шимон Бензума объяснил, я понял, что и ночью. Каким образом Раби Шимон Бензума это объяснил? Он объяснил таким образом. В Торе написано Лиман Тискорот Йом Цитха Мерет Смитсраем Коль Емей Хаеха, чтобы ты помнил день выхода твоего из Египта все дни твоей жизни. Ага, написано все дни. Как это объясняет Раби Шимон Бензума? Дни жизни твоей, дни. Все дни твоей жизни. Это ночь. То есть слово все оно намекает на добавочное чтение. Если было написано дни твоей жизни, то только днем. Все дни это добавляет ночь. А Хохамим, мудрецы, которые с ним спорят и не согласны и считают, что нужно читать Шима Исраэль только раз в день и только днем. Они ему говорят, нет, ты неправильно понял. А Хохамим говорят, дни твоей жизни это в этом мире. Все дни твоей жизни это добавить эпоху Машиаха. То есть Хохамим говорят, не, не, не. Ты должен читать Шма Исраэль только слегка не Шма Исраэль. Ты должен вспоминать о выходе из Египта только днем. Но зато не только в этом мире, но и в эпоху Машиах. А что говорит Раби Шимон Бензума, которого поддерживает Раби Лазар Беназария, что нужно читать и днем и ночью, но тогда в эпоху Машиаха читать не нужно. Нахват? Или ты говоришь все дни это эпоха Машиаха, или все дни это ночь. Тут на что-то выбирать. Получается, что спор как будто такой формальный, технический, а на самом деле он глобальный, стратегический и даже мегаисторический. Почему? вопрос нужно ли вспоминать о выходе из Египта в эпоху Машиаха. Раби Лазар Беназария говорит нужно или не нужно? Нет. И Раби Шимон Бензума говорит, а Раби Лазар Беназария его поддерживает. То есть наступит эпоха Машиаха, говорит Раби Шимон Бензума, не будем больше вспоминать о выходе из Египта, всю эту главу цицит ты выбрасываешь из молитвы. А хан говорит нет. И в эпоху Машиаха мы будем вспоминать. Кто прав? Обычно вопрос не кто прав, а кто виноват. И что делать? Вы знаете откуда взят этот спор? Откуда эта цитата? Агада цитирует этот спор? Это находится в Гмаре Бавилонской. В Вавилонской Гмаре в трактате Ибрахот. Там есть этот спор. И там есть его продолжение. Кто хочет посмотреть, посмотрит. В продолжении там они ему говорят, Хохамим, вернее Бензума говорит, Хохамим, как вы говорите, что в эпоху Машиаха будут вспоминать выход из Египта? А я вам пасук сейчас приведу, который доказывает, что не будут. Привезти этот пасук? О! Вы-то, конечно, помните хорошо, себе я напомню, что речь идет о пророке Ирмияу. Так как мы с вами его проходили, вы хорошо знаете содержание каждой главы Ирмияу и знаете сколько глав Ирмияу? А сколько глав Ирмияу? Что? Не, если знаете, скажите. Если не знаете, тоже скажите. Сколько? Ле? Ле? Не холодно и не горячо. 52. 52. А в Ишаяу? 66. Я фе. Больше от вас ничего не требую. Только запомните Ишаяу Ирмияу. Договорились? Ишаяу сколько? 52. Это было нечестно. Мы не договоримся так. Ишаяу сколько? 66. Ирмияу? 31. Как газ 66. Сколько Ирмияу? 52. Ишаяу? 66. Вот так вот. Ирмияу? Да. Эго, меня сейчас не интересует Ирмияу. Он меня простит, но мы сейчас в Ирмияу. Ирмияу современник Хискеля, так что это 23 глава Ирмияу. Кстати, Ирмияу тоже Коин. И Хискель Коин. 20. Эй, по-моему, это 23 глава. Я боюсь, что я... Да, 23 глава Ирмияу. Не поленитесь, откройте. Потому что если не откроете, ничего не запомните. Это я вам гарантирую. А я пока чайку попью. Есть. 23 глава Ирмияу. 23 пирог. Пасок 7. Лё, 7. Я вам буду читать сейчас. Ирмияу 23 пирога. Ирмияу 23 пирога. Ирмияу 23 пирога. Ирмияу 23 пирога. Более подробно я не могу разъяснить. Труящимся. Нашли? Читаю на иврите, чтобы меня не заподозрили в подлоге. Лахэм. Лахэн инэ ямин, баимна и умаше. Поэтому вот дни приходят слова Ашем. Веле юмру од и не скажут больше. Последите. Хай Ашем. Да здравствуй, жив Ашем. Ашер эйля, который поднял «Эдбне Исраэль, сынов Израиля, Мерец Митсраем, из страны египетской». То есть, приходят дни, когда они будут больше говорить «жив Ашем», в смысле «да здравствует Ашем», который поднял сынов Израиля из страны Египет. Вот вам, пожалуйста, фраза Ермияу, которая утверждает, что пойдет время, когда они будут больше вспоминать о выходе из Египта, а при чем здесь эпоха Машеха? А есть продолжение, послух 8. «Киим Хай Ашем», а только «жив Ашем» будут говорить. «Ашер Эйля и Ашер Иви, который поднял и который привел Эдзера Бейт Исраэль, семя дома Израиля, Мерец Сафона из страны севера, у Миколя Арцот и из всех стран Ашерыдах Тимшам, в которых он забросил их в Иешву Алядматам и поселится на своей земле». Иными словами, Ермияу нам говорит, что наступит время, когда сыны Израиля вернутся из северной страны, изо всех других стран, в которых Ашем их разбросил, разбросал, поселится на своей земле, и тогда про выход из Египта никто даже вспоминать не будет. А почему выбраны именно северные? Все как-то все, а северные – это все. О, видимо, потому, что из северной страны этот выход начнется или будет главным. Из северной страны и из руины. Лев. Симон. Я читаю в моем издании, написано «из страны севера и изо всех стран». Значит, с чего начнется-то? Значит, начинается Алия из страны северной. А там другие страны. Спрашиваю у вас, какая у нас самая северная из всех стран? Ну, это нехорошая. Ничего севернее Российской империи нету. Только льды. Канада. Канада. Но она с другой стороны севера. Это уже через полюс? Да. То есть, надо летать через северный полюс. Понимаете, вряд ли в понятиях Ермияу существовал северный полюс. А может, он не был вообще северной шею? Я дико извиняюсь. Вот у меня дома есть, был глобус. Был глобус, развалился. Я не знаю, относительно. Вот у меня дома есть атлас. И я в атласе смотрю, нахожу город Ярушалаев. И начинаю проводить от него линию на север. Куда я попадаю? Москва. А, он еще есть в Норвегии? Я дико извиняюсь. Если я провожу северную линию, то у меня есть Черная Турция, Ливан, Турция, Черное море, Крым, Украина. И наверх. Краснодарский край обязательно. Заслугу Горбачеву. Да, Ставропольский край. То есть, обратите внимание, что нету более северной страны, чем Российская империя. И мы с вами знаем, что возвращение сынов Израиля началось оттуда. Потом изо всех других стран. Теперь понятно, причем обратите внимание, что речь идет о тотальном возвращении. Не только из страны севера, но и изо всех стран. Поэтому невозможно слова Ермияу объяснить вавилонским возвращением. Оно не было тотальным. К тому же, вавилон не на севере, а насколько я понимаю, на востоке. А сначала же начали возвращаться из Европы. Есть брошюры исторические. Их стоит ознакомиться с ними. Первые-первые волны Али начались именно оттуда. Я имею в виду в наше, в современное время. Но обратите внимание, еще Виленский Гаон, который жил в этой же самой империи, он дал толчок возвращению в свое время. Его ученики приехали, это было 200 лет назад. Да, ну мало, гораздо меньше, чем он бы хотел. Но тем не менее, тем не менее, Робинахман приехал и уехал. Робинахман уехал, потому что все были там. Что я хочу сказать, что понятно, что здесь речь идет о нашем времени, когда возвращение всемирное со всего мира. И именно это возвращение Роби Шимон Бен Зума и называет эпоху Машеха. Ведь для чего он приводит имя? Он говорит, смотри, когда будет вот все это возвращение, ты видишь, не будет вспомнить о выходе из Египта. О, а получается, что если мы с вами идем по Роби Шимону Бен Зума и по Роби Лазару Бен Азария, то мы должны отменить чтение вот этой главы Цицид. Он говорит, что Роби Шимон Бен Зума говорит, мы должны читать и ночью, и утром, и ночью, и днем. Но все это только до эпохи Машеха. Придет эпоха Машеха, описанная у Ермеяу. Все, не будем читать ни днем, ни ночью. То есть нужно взять Сидур и вычеркнуть там, стереть эту главу Цицид. Ни днем, ни ночью. Что говорят Хохамим? Там продолжение есть? Мы должны ради объективности все стороны представить. Хохамим говорит, что Роби Шимон Бен Зума, ты не преувеличивай. Это верно, что в основном будут говорить о выходе из порабощения царств. Но немножко второстепенно будут вспоминать о выходе из Египта. Самое поразительное, что Хохамим не спорят с Роби Шимоном, с Бен Зума. Они с ним согласны. Только они говорят ему, ты прав. Нет сравнения. Но немножко будут вспоминать. То есть они не считают, что... Второстепенно. То есть главным образом, конечно, будет выход на Аш. Ну и немножко Песок будут вспоминать. То есть согласно Робили, согласно Бен Зума надо отменить Песок. Так я понимаю. Главное, нет. Немножко вспоминать о выходе из Египта. А наше освобождение... То есть Йома Цимаут это главное. Вы понимаете? То есть это не просто какой-то технический спор. Это сущностный подход. Спор идет о том, что в эпоху Машеха будет ли еще смысл вспоминать выходы из Египта или нет. Теперь я вас спрашиваю. Судя по тому, что он привел из описания. Это сегодня эпоха Машеха. Хохамим называют другое определение. Независимость. Выход от прорабощения царств. Теперь обратите внимание на очень интересную вещь. Для чего действительно мы празднуем какие-то события? Для чего? Например, выход из Египта. А почему мне не нужно забывать выход из Египта? Чтобы не повторилось. Ефе. То есть мы отмечаем это событие, что мы вышли на свободу, чтобы не вернуться в рабство. То есть есть такая опасность, что мы вернемся в рабство. Поэтому все поколения мы говорим, мы должны тут соблюдать бдительность, проявлять бдительность, чтобы опять не попасть в рабство. Рабство это плохо. Мы из него не раз вышли. Это воспитательный характер. Но если больше нет никакой опасности, что мы вернемся в египетское рабство, что если наше освобождение окончательное, тогда действительно потеряет смысл. Понимаете? То есть мы празднуем вещи, которые боимся забыть. Если мы забудем, может повториться. Например, противоположный пример приведу. у нас есть такой Йомашуа, день катастрофы. Почему нам так важно его отмечать? Ну, понятно, это память людей, которые погибли и так далее. Но понятно, что это не только память людей, которые погибли. То есть мы это делаем, потому что мы хотим предупредить себя и других граждане, такое не должно повториться. Почему? Потому что у нас есть некое опасение, что оно может повториться. Если бы у нас не было ни малейшего опасения, что это повторится, вероятно, мы бы это не отмечали. Потому что Маули, ну понятно, Шуа – это вещь, которая выходит за пределы всех пропорций. Но если бы у нас не было страха чтобы повториться, вряд ли бы этот день имел такое значение и такой размах. Понимаете? Это не просто день нашей истории Йомашуа. Это день, когда вся страна переживает внутренние судороги. Понимаете? Это не простой день Йомашуа. Потому что мы еще там. Мы еще не ощущаем себя, что вот, ну вот это все, это прошлое и так далее. Мы еще ощущаем, что мы немножечко чувствуем тепло этих печек, скажем так. Совершенно верно. Мы не отмечаем изгнание из Испании. Након? Потому что нет никакой опасности, что мы сейчас вдруг попадем в порабощение опять в Испанию. Историческое событие. Было и прошло. Было и прошло. Изгнание из Испании это не... А, кстати, день изгнания из Испании мы отмечаем, потому что это 9 ава. 9 ава нас изгнали из Испании, так что тут не надо ничего особенно устанавливать. Например, о, отличный пример, 9 ава. Почему мы отмечаем 9 ава? Ле? Тогда нужно было на испанском это делать. Проломлена стена, проломлена. Какая проломлена 9 ава. Ле? Из исторического я имею в виду. Разрушен храм на Кобе. Почему мы это отмечаем? Потому что храм не восстановлен. А когда мы бы из Раташи построим храм, наоборот, это будет день радости. Кстати, во втором храме была такая ситуация. Помните, мы с вами изучали Павел Казахарию. Вы-то отлично помните. А я для себя напомню, что там был эпизод, когда пришли к нему изгнанники из Вавилона к Захаре говорит, слушай, а что делать с 9-й Маута? Паститься или не паститься? Они уже бэтмикдаш строят. То есть привычка есть. Он говорит, ребята, что у меня спрашиваете? Хотите пастись, хотите? Нет. Мы сейчас строим храм. А не паститься собрались. То есть, когда построим храм, не будет 9 ава, то есть, по крайней мере, не будет, будет праздником 9 ава. А день рождения мы отмечаем, чтобы не подкрыли. День рождения мы отмечаем. Во-первых, нет такой митцве отмечать день рождения. Не хотеть, никто не обязан отмечать день рождения. А у нас же это за день? Это другая причина. Это не день, мы отмечаем день, день смерти праведника, мы отмечаем, поскольку в этот день его душа возвращается в мир. А почему праздник я вообще останусь? Азе, поэтому Гамара и говорит все время, есть такие митроши, говорят, вот эти уйдут, а эти не уйдут. Наход? Гамара все время говорит, все праздники будут отменены. Почему? Потому что они потеряют свое значение. Чего уж далеко ходить. Вот он, пример. Ермияу говорит, ребята, с Песохом в свое время будет покончено. И на этом из этого Шимон Бензума, Раби Шимон Бензума делают практические выводы. Он не предлагает отменить Песох, но он предлагает отменить воспоминания о выходе из Египта, что практически одно и то же. Кстати, в скобочках замечу, вы знаете, что Раби Иуда Анаси пытался отменить 9-е ава. Он отменил 17-е амузы и пытался отменить 9-е ава, но ему не дали. Да, потому что отношения с Римлями были такими хорошими, что, вероятно, Раби Иуда Анаси, видимо, думал, что речь идет уже о восстановлении даже и храма. Не морагури? Геро Брайта по поводу полный выход в Египте. Не важно? Азма де Урайта. Войдет время, когда не надо. Дурак, если у тебя Митсва де Урайта казнить убийц, если нет убийц, ты будешь специально искать людей. Помнить, азарабиешим он говорит, есть пределы этой зоны. Как Турагри все дни твоей жизни. Но не потом. Все дни твоей жизни. Это спор очень-очень важно. А вы видите, что есть и туда, и сюда. Теперь интересно, как Аллаха вы спрашиваете, да? А я не помню, кто это сказал, что Аллаха по им обоим. Почему? Потому что, как мы с вами знаем, какова Аллаха? Часто гмора, когда рассматривает два мнения, оно акцентирует свое внимание на одном из этих мнений. А оно ему уделяет большее внимание. И это может быть намеком, что гмора склоняется к этому мнению, что это Аллаха. А в этом случае гмора одинаковое мнение, одинаковое внимание уделяет и Шимону, раби Шимону бензума, и Хохамин, который спорит, приводя и их полностью аргументы эти. То есть, ты не видишь, что гмора склоняется к кому-либо мнению, и поэтому, вероятно, Аллаха по обоим. То есть, мы и днем, и ночью вспоминаем выход из Египта и продолжаем делать эту эпоху Машер. Продолжен, прошу. Я через минуту через 5-10 начну по поводу молитвы. Окей, мы как раз и завершили. Пам-парабам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам